Победа пропаганды. В чем истинная цель Северного потока? 2. Апостров, Украина. Михаил Корчемкин. Апостров, Украина. 29 октября 2019 года. Мастера пропаганды и правы, многократное повторение заставляет людей поверить в любое утверждение. Это еще раз блестяще продемонстрировала кампания по продвижению проекта Северный поток. 2. Россияне и европейцы мало сомневаются в том, что пишут на своих сайтах Gazprom, Nord Stream 2, финансовые инвесторы, многочисленные лоббисты и платная реклама проекта. Добыча газа в ЕС сокращается. Чтобы компенсировать ее снижение, необходим дополнительный импорт. Газ одного лишь Северного потока, два в случае замещения им угля позволит снизить выбросы при производстве энергии в ЕС на 15%, или 160 миллионов тонн в год, сообщает Nord Stream 2. Эти же утверждения многократно повторяются в интервью руководителей участвующих в проекте фирм, статьях лоббистов и выступлениях политиков. Более внимательное изучение планов и действий Газпрома однозначно указывает на то, что 55 миллиардов кубометров газа Северного потока, два заменят не уголь, а точно такой же объем газа, который в настоящее время транспортируется по транзитным газопроводам Украины и Словакии. Руководство Газпрома давно заявляло о неизбежности прекращения транзита через Украину. При уложенных двух нитках турецкого потока новый газопровод в Балтийском море наконец-то позволит Газпрому осуществить мечту. Три года назад на Петербургском международном экономическом форуме Алексей Миллер сообщил о плане ликвидации почти всех газопроводов, поставляющих газ на границу России и Украины. В результате этой программы оптимизации транзитной мощности ГТС Украины снизится с нынешних 146 до 10-15 миллиардов кубометров в год. Понятно, что добавление 55 миллиардов кубометров мощности Северного потока, два и ликвидация 130 миллиардов мощности украинского транзита в сумме дают снижение экспортной мощности России на 75 миллиардов кубометров в год. Лоббистам проекта «Блестяще» удалось продать публике это сокращение под видом увеличения. Продвижение первого Северного потока сопровождалось обещаниями сохранения украинского транзита и загрузки нового газопроводов на законтрактованном газом в объеме 60 миллиардов кубометров. Разумеется, президент России, вряд ли пропустивший хотя бы одну церемонию подписания газпромовского контракта, знал, что никаких 60 миллиардов кубометров нет. И действительно, Северный поток был заполнен только за счет сокращения украинского транзита. Но слова о соблюдении интересов Украины были удобны европейским политикам и понятны простым телезрителям и читателям новостей. Положительной чертой первого Северного потока было то, что проект не сопровождался разрушением действующих газопроводов. ГТС Украины очень пригодилась, когда с 2016 года спрос на российский газ в Европе начал быстро расти. Северный поток, два с его программы оптимизации нацелены не просто на ликвидацию украинского транзита, но и на то, чтобы следующее поколение граждан Украины никогда не смогли заработать на транзите российского газа. Удивительно, но лоббистам проекта удалось убедить миллионы людей в том, что один и тот же объем газа, доставляемый одним и тем же потребителям через Германию вместо Украины и Словакии, сделает европейскую энергетику зеленее и чище, что сокращение российских газоэкспортных мощностей является их увеличением и что концентрация газопроводов в одном коридоре обеспечивает диверсификацию поставок. Блестящая работа. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.